это вот эти шары над америка и пускали привет друзья дарова сегодня дети лет 9 принесли мне вот такого года мир кухни рецепты зале что если ты попроска готовка час кота приготовить подвал и у него не работают задние ножки вот они его взяли домой покормили помыли и принесли и сказали что у нас денежек нет но помогите вот я решил помочь детям вот котик у него перелом двух задних лапок и перелом седалищной кости вот такой вот у нас у нас малыш вот будем его лечить я его возьму пока себе а в дальнейшем будем искать ему дом так что наблюдайте за судьбой котика вот так вот выглядит наш киса ножки и киса потери чувствительности задних конечностей нет позвоночником все в порядке ножки нервы такой вот респект реально людям не тоже котика подобрал надо как-то гуманно всех уличных кошек кастрировать как-то нет есть программа есть такое стерилизации да есть вот это ты чуть не выдал блин видео коснется предметов которые в этом мире не то что не нужны давай на карте давай узелок на палочке я на самом деле не очень верю что он существует я постоянно его раньше видел картинки вот с мышами скотами куда они идут зачем этот узелок не уже не было никакого другого способа носить вещи короче странный предмет самолет с рекламой вот это это вообще ненормально это очень плохо так нельзя не знаю я видел это разгель такой однажды я удивился что на реальную жизнь существует но вот она есть вот эта реклама летит самолет это как-то ужасает немного многоцветная ручка и ручки и посмотреть вот этот выглядит как какой-то знаешь я чё делал я пытался все в одну дырку высунуть вот я ломал тем самым я ломал пружинки механизмы она у меня будучи дня не жила такая хуёвая ручка она потом еще и сука сохнет удобно и звуки неприятный кручение он не лучший предмет и кому-то реально это пригодилось вот именно вот разноцветность этих ручек очень странная вещь предмет в детстве очень любил он у меня кстати да нахуя он нужен признак будущего дуракул есть и вот колол бумагу и вот собирал вот эти вот конфетти там разбрасывал потом да 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 я вообще раньше думал что эти штуки для того чтобы конфетти делать а я туда палец сувал типа я вообще еблан да ну понятно что он не помещался но я сувал же немного чё куда сувал стрекоза я не знаю но вот будет этот пирсинг я думаю тебе будет больно но ты дырку не сделаешь там тоже у меня ассоциировалась в будущем стрекоза да не нужное существо она вообще не из этого мира на вылет как будто бы она должна была жить в мире динозавров и сейчас так она живет или очень чел так она и жила в мире динозавров и она доходит самый древний насекомые вообще планеты земля блять алло редко его можно увидеть ну и слава богу самолет конкурда он мне очень нравится как он выглядит посмотреть конкурда он же явно не в тему от все остальные самолеты нормальные какой он вообще какой-то неправильный так ну пошло уже субъективщина какая-то пошла блять водяные мотоциклы квадроциклы как это называется я смотрю на это я даже не могу понять как он выглядит вот для меня вот это и вот это вот это в принципе одно и то же я не понимаю я не могу нет детали все нужны сложные формы не всегда имбажа ты чё чем вы знаете как вот вот что-то такое я не понимаю в чем смысл делать транспорту выглядящий вот так чё она и последние это пакетики силика потому что он ведь потому что написано не есть а нахуй ты мне это в еду положил типа да вот так написано не ешьте да то есть много предметов которые нельзя есть но на них не пишут не ешьте и из этого я думал типа блин может попробовать чел чел вот сука сегодня эту водоросль ел там вот эта хуйня была не ешьте и вот сука реально как будто бы надо попробовать вот не нужно типа провоцировать все не ешьте очень хочется после этого посмотреть и ничего не будет я спрыгать начнем бля это чё за аппарат для вот это бы чел накопить ездит у стрекозы смысл жизни в том чтобы кушать комаров если будет больше стрекоз то будет меньше комаров а нахуй комары вообще нужны бесполезные такое ощущение такое ощущение как будто стрекоз гораздо меньше стало у вас нет да такие хуя было в детстве мы сидели в деревне и там сисима сисима девочка а вот представьте вы видите такую понимаете что 2 минуты жить осталось что сделаете если я узнаю что будет апокалипсис конец света я включу точно блять не что-то грустное я бы хотел померять а под acdc back in black вот так нахуй смотрят знаешь бля но я бы кого я бы я бы изнасиловал александр гвинского в жопу прям сразу если видел что уже буря какая-то летит я бы снял штаны и просто да не важно если бы блять вдруг такое было бы то можно было бы объявить какой-нибудь сбор на какой-нибудь площади всех переебаться друг с другом и помереть чистой совестью прикинь это самое отменяется все а минусы будут или чё блять где минусы минусы будут дети это ты заебала меня уже эти тренды бля вот создатели хуйни да придумали гитару под миллионом вариаций и думают ну ахуеть это бас гитара да какая разница блять все гитара что выглядит как гитара просто одно маленькое и со стручком другое ставится другое большое и все гитара нахуй просто она называется по-разному но вы не задумывались понятно что это виолончель какая-нибудь да ну то есть но это все блять гитара так также из пианино блять нахуя куча вариаций разного пианино 1 саксофон другая дуделка просто миллион раз какую-то хуйку разду изобрели да нет боже чат вы просто стереотипно блять ну вот вот реально подумайте отдаленно блять все выглядит как гитара просто по-разному играется поняли вот такой у меня был только за тысячу и маленький я боюсь шутки какой-нибудь чат и чё ебануться ваще хорош топ 7 ответов на рассказанную историю поехали ясно топ-1 это знаешь коротко когда чел те какую-то историю рассказывает грустную и ты такой бля как тебя поддержать пишешь чё должно быть до у этого что-то очень редко я такое видел не но топ-1 я бы поставил ясно то есть это самая сильная реакция и уже как будто ясно это когда ясно тебя пишет человек который максимально не заинтересован в том что ты рассказал такой стереотип у меня теперь есть обожаю этот что за мега микс какой вы знаете простой но невероятно пугающий неприятный факт вашей жизни есть человек которого увидели или с кем разговаривали в последний раз как только у вас появились один на турешинство уже слишком поздно принимать меры от одного до трех процентов вашей массы составляют бактерии утята от нечего делать могут начать жрать своих же сородичей синдром катара также называемый синдромом ходячего трупа это состояние при котором пациент считает что он мертв постепенно умирает лишился определенных частей тела либо его вовсе не существует некоторые люди синдромом катара могут перестать говорить или есть так как считают себя мертвыми по статистике если вы женщина и вас убили то скорее всего вас убил член семьи парень или бывший парень вашем собственном доме если вы мужчина и вас убили то скорее всего вас убил просто какой-то знакомый человек либо не знакомец в общественном месте я же говорю же жизнь за женщину а он она это hard сложность нахуй если дать бабочкам вас просто ну прикинь тебя чел рандомный за чел ты такой блять ну окей тут я захотел родственник парень нахуй пиздец захочешь тебе особо не будет разницы ну да родственника то блять не знакомятся же похуй возможность они с удовольствием будут пить кровь блин если это правда то это конечно жесть получается спанчбоб и патрик не зря боялись бабочек в мире есть такой гигантский супер вулкан yellowstone если он взорвется нашей планете придется очень не сладко если хищник пытается вас убить он просто хочет выжить но если травоядное пытается вас убить то она реально хочет вас убить несмотря на то что буквально вся военная пропаганда всех стран утверждает обратное на войне вы вряд ли добьетесь успеха в славной битве и доблестно погибните под градом пуль по статистике гораздо выше шанс того что вас убьет снарядом выпущенным техникой за много километров от вас чем у вас в принципе будет возможность нажать на курок перенос начала уроков в одном из районов привел к снижению числа автомобильных аварий на 70 процентов каждый раз чего типа школьники блять дорогу перебегать не стали или в чем прикол все же с утра на работу по времени понял типа с утра все на раб я думаю вопрос к тому что это reddit и сша а в сша с 16 вождения понял то есть да иди ты ёпта блять упоминаний и как их вырубить блять кончены эти блять настройках уведомления справедливо и обратно сон безумно важен как минимум каждый четвертый человек ответивший на этот пост в какой-то момент жизни столкнется с раком ага я например следующие трое могут спокойно листать дальше я принял удар на себя если у вас есть оружие то человек в которого вы скорее всего выстрелите из него это вы сами существует всего две вероятности либо у вас есть оружие то человек с которого в которого вы с которого вы скорее всего выстрелите из него это вы сами что молча имеется виду чаще ты для чего несчастные случаи с и преобращение с оружием а suicide типа по одни во вселенной либо нет и обе вероятности одинаково пугают ты можешь умереть в любую секунду даже через пять секунд и ты даже этого не осознаешь синдром нарушения целостности восприятия собственного тела это психическое расстройство при котором в целом здоровые личности чувствует постоянное желание иметь конкретную физическую инвалидность некоторые из этих людей калечат себя другие просят хирургов сделать ампутацию или повредить им спиной мозг психологи и медики объясняют этот феномен совершенно по-разному но успешной психотерапевтической или фармацевтической терапии данного синдрома так и не найдено египет пизда более какая-то не может быть проблема с металкой то есть ты хочешь стать инвалидом потому что ты хочешь так да но есть синдром саморазрушения когда люди целенаправленно губит свою жизнь тут я думаю тоже самое и мумии не были бы сегодня такой редкостью если бы британцы викторианской эпохи я раньше думал что вот это вот психологических то типа ну это понял самое главное здоровье это внутренняя блять большую их часть разве они ко всему прочему не делали из них краску изменено доделали она называлась маме браун какой вы знаете туб вообще за хуйня блядь мисс хеллин миш чё ты не ржешь чё в смысле ты чё не понял смотри ещё раз миш ну это самый наигранный хехе блять жизни ну ты я попытался у тебя не получится я восемь лет так делаю чел восемь лет тренировал восемь лет тренировок ты делал восемь лет блять шо ты голова блять всем привет это мой долгожданный туториал на отрыжку оооо сюда сейчас половина девочек рыгать нормально не умеют щас нахуй научат женщину в общем что хочу сказать пацаны внимание если у вас есть женщина вы всегда ее чмырите за то что то рыгает как девочка блять надо показать этот видос на настоящий мужчина всегда рыгнет так что ее смоет из дивана блять я почти научил кстати держу в курсе я почти как же тупо звучит я учу свою девушку рыгать по-мужски нахуй перед этим я не пила вообще я не слышал что по-мужски рыгал на самом деле дядь ты пойми самые жесткие отрыжки это когда я с ней сериал смотрю и пердеж тоже самый мощный понял думаю многие умеют делать вот так нет затем вы блять и прикинь какая это королева должны научиться наверное да я даже не учился по я просто один раз рыганул хорошо и у меня получилось с рождения вы должны уметь делать вакуум вообще это сделать вот так да она такая ебатая это вообще пизден Бля нихуя себе это не думаешь как бы негромко да ну значит вот блять жижи лучше б я так ну реально уроки истории слушал почему так интересно блять я не понимаю Я не знаю, почему тебе это интересно. Почему она волосы держит? Она представляет, что она в туалет рыгает или что? Да мне наблевать. Вот это реально. Вот это реально. И когда вы делаете вакуум, мы должны в первую очередь диафрагмы это сделать. Ну, короче. Короче, понятно, всё. Иди, в***, лайк тебе ставлю заведомо. Я понял, что ты умеешь рыгать, но... Ты бы ладно бы 5 секунд порыгала бы, показала бы, а ты что-то растянула и сама не знаешь как. Да смотри. Всем привет, это мой долгой получится вообще. Так, дайте разъёб, посмотрим кульминацию. Если вы откроете горло и не откроете диафрагму, будет, ну, только вот такое. Ну, как я думаю. Я не профи, я в этом не шарю. Я не знаю, что такое диафрагма. А чё ты... А если ты не профи, ты учишь? Поэтому вы должны при этом втянуть в живот и потом почувствовать воздух там. Всем пока. А, она точно не показала как. А пока ты не показала. Бл***ь, вот это нахуй обычно. А может ты скипнулся, не? Малышка Нюра, ну что за дела, блин, а? Бл***ь, пиздец. Это что нахуй за антивор, бл***ь? Финализация. Почему постоянно вот этот звук? Бл***ь, вот это знаешь? На разгон, на разгон. Смотри. Формула. Бл***ь. Бл***ь. Это хотя бы по пулемет, блядь. Ага. Формула. Чё? Что это вы говорите? ...не длину в целом на сантиметр убрать и немножко толщины. Полубокс? Нет, не полубокс. Ну это почти как полубокс, да? Нет. Ну вопло, чтоб просто стало чуть опрятнее. А, поняла. Теперь остаётся только корректировать её по ходу дела. Просто неотрывно следи за каждым шагом, не отводя глаз. Понял? Ну как нормально? Ну, не совсем. Это всё-таки ближе к полубоксу, чем там, что я хотел. Главное... Такая же ху... Пацанская, просто пацанская. Это девочки там начинают... А-а-а-а! Пацан такой... Ну... Ладно, похуй, отрастут. Но... Чтоб тебе нравилось. Но мне не нравится. А мне пофиг. 500 рублей. Ладно, отсижусь дома пару недель, скажу, что заболел. Главное, чтоб никто меня не видел. Пацаны, Санька жёстко оболванили. А-а-а... Сажду, блядь. Сажду, блядь. Сажду, нахуй. А я хотела ему дать, но теперь его оболванили. Бабуся. Сажда, ну, женишок. В следующий раз лучше пойду в Центрику. Теперь в Шапкино ходишь и спит. Как стричь. Если сейчас он тут без бошек, я огорчусь. Петрович, ну-ка, лысину свою продемонстрируй. Лысый чёрт. Красавчик. Ай, красавчик. Да ну тебе охватит. Ой, ты красавец. Чёрт. Чёрт, лысый, блядь. Да ладно, и он восстановит его. Да, а чё там восстанавливать-то, блядь? Фё, чё, что-то восстанавливать. Ну вот. Чё там? Да он новый собрал, блядь. С паяльничком пройтись пару раз и всё. Не, мой батя фиксил это разочек п***нуть и он чинился, понял? А, вот это вы, кстати, видели, нет новости. Да, 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 да. Вообще красава. Два раза мы п***али. Ну я п*** с Кавказца нахуй извиниться заставили. У него оплата не проходила. Кассира сделал замечание о том, что зачем вы кушаете, если вы ещё это не оплатили. Мужчина начал огрызаться. Кавелу, берите, я говорю, что ты меня снимаешь-то? Эти щас данные функции в одно место засунули. В какое? Конченые, блядь. Блядь, я никого крысами, я крысами никого не называл, больше не буду, я удалю всё, я всё удаляю. Извините, пожалуйста. Блядь, но самое забавное, что он потом опять высрал. Да. Пропустили один ролик между этим, между предыдущим и этим роликом, ещё один кружочек. Нет, он дальше будет, он дальше будет. Бабу найдёшь вместе с мужиком. Кого? Бабу вот эту, которую ты оставлял. Чё, ребята, вольны? Толпой напали. Только толпой и могут, как крысы, блядь. Ждите ответку. А я, короче, видел такого типа, который на дваче, понял? Там, говорит, он, чё он там говорил? Про национальность какую-то говорил, да? Он обзывал, короче, лезгинов. Его один раз, блядь, нашли. Он такой, лезгины нормальные ребята, блядь. Короче, да, лезгины красавчики. Опять видос, где он говорит, лезгины, блядь. Опять хуесосит, его опять поймали. Уже с фарами двумя вот так сидит. Опять поймали, он говорит, лезгины красавчики, блядь. Я такой-то там. Опять, блядь, напиздел, блядь. И третий раз видос записывает, он извиняется, четвёртый раз пиздит. Его спрашивают, а ты кто по национальности? Парсик, блядь. Конфитулька ещё есть. Ух ты. Понимаете, что не рекомендации тиктока работают даже на бабушек, блядь. Очень грустные видики с бабушками, блядь. Страшно. Ну почему? Ну вот, смотри, человек радуется, вот у него есть кофе. У него есть кофе, у него есть огород, блядь. Им скучно просто. Ну да, да. Блядь, как у них там в Америке, понял? Ну, все такие разговаривают, блядь, друг другом. Ты такой, типа, в России такой, доброе утро, тебе скажешь. Дин, блядь. Чё тебе надо, блядь? Я вот это удивляет постоянно. Как они там все пиздят между друг другом просто рандомно, блядь. Так он же в Нью-Йорке спрашивает, это не в деревне какой-то. Это Бруклин, вон, написано, понимает. Бруклин, Нью-Йорк. Я возьму секретный прайз. Хороший выбор, сэр. Моя секретный прайз. Моя секретный прайз. Спагетти болонез. О, немного. О, фу, блядь, чил. О, это холодно. Блядь, они в штанах були. Не, ты не можешь. Моя секретный прайз. О, это будет. О, я тебе. О, привет. Продолжение следует...